Когда стих бой под Пальмирой, наши разведчики первыми подошли к эпицентру сражения и увидели тяжелораненного артиллериста, который сжимал гранату с вынутой чекой. Как оказалось, он в одиночку стрелял из трёх орудий и смог остановить две сотни боевиков с танками. Январь 2017-го. В СМИ просочилась сенсационная информация о подвиге российского артиллериста Марата Ахмедшина. Наш офицер выстоял против двух сотен боевиков запрещенной ИГИЛ, а потом вызвал огонь на себя. Это произошло в сирийской Пальмире ещё летом 2016-го, но только недавно крохи информации стали доступны общественности. Почему героический поступок капитана Ахмедшина, который не уступает подвигу лейтенанта-артиллериста Александра Прохоренко, попал под гриф совершенно секретно? Когда уже подошли, услышав бой, он уже из пушек тоже стрелял один. Увидели, что валяется рядом магазин, автомат, и на руках окно-гранаты, щековой тишины. Когда его по имени окликнули, он повернулся, показал гранату. Тогда у него гранату забрали и выкинули. Ахмедшин и Прохоренко — не единственные герои-артиллеристы сирийской кампании. На слуху подвиг 16 российских спецназовцев, которые несколько дней отбивали атаки сотен ИГИЛовцев и вышли из боя без потерь. И этот поступок наших ребят засекречен. Кто они, в каких званиях, обычные люди узнают нескоро. Впрочем, мы выяснили, что среди бойцов были артиллеристы-корректировщики, чей профессионализм не раз выручал сирийские войска и военнослужащих сил спецопераций. Глаза артиллерии. Парни на вес золота. Не зря их вытаскивали из той мясорубки всем миром. Схожая ситуация была в 1999 году во вторую чеченскую кампанию. Артиллерист, герой России Александр Постоялко рассказал нам, как вместе с 16 спецназовцами принял бой сотней боевиков. Мы, по-своему, начали поступательную артиллерию обрабатывать их позиции. Выпущено было 720 боеприпасов. Было уничтожено практически все позиции боевиков. Артиллеристы – уникальная военная каста. Они по праву носят свое громкое прозвище «Боги войны». Ни одна из современных войн не обходится без пушек и ракет. Казалось бы, в век технического прогресса, когда противника можно уничтожить ядерными или другими видами супероружия, артиллерия по-прежнему в цене и зачастую решает исход боя. Без ее поддержки пехота и танки не пойдут в наступление. Особенностью артиллерии является то, что это все погодные, круглосуточные. В любых условиях артиллерия применяется в любое время суток. Это и ночь, и туман. Авиация лететь в туман не может. Штормовая другая погода не может. Артиллерия выполняет задачи постоянно и днем, и ночью. Поэтому роль артиллерии, она не снижается. И объем задач тоже практически не снижается. Только в нашем фильме настоящее, прошлое, а главное будущее отечественной артиллерии. Почему русских пушек и ракет так боятся на Западе? Какой артиллерийской военной техникой восторгаются иностранцы? На мой взгляд, необходимо выделить три российских САУ. Самоходная гаубица 2С19М100С, самоходная многоцелевая установка 2С9НОНОС и самоходная противотанковая пушка 2С25СПРУТ-СД. Россия за мир во всем мире. Не всегда русским и их союзникам нужно открывать огонь на поражение. Сам вид наших орудий вызывает страх и уважение. Как в конце 90-х всего лишь одна фотография югославского расчета С-300 заставила НАТО перенести сроки вторжения на Балканы. Они стали брать там и через наш герстап, и на наши взаимосвязи были через свою разведку. Потому что, конечно, все витало так вот в воздухе. И тоже в прессе были сообщения, что мы можем поставить С-300. Но нашу артиллерию используют не только в военных, но и мирных целях. Как старая советская зенитка спасает жизни тысячам туристов в Приэльбрусье и меняет погоду. Съемочная группа РЕН-ТВ отправилась в Кавказские горы. Мы расскажем об уникальном подразделении противоловинной службы. Дело в том, что это не война, и каждое из этих орудий нам родное, как шашка для казака. Русские артиллеристы известны не только своим профессионализмом и смелостью. Среди них немало талантов. Наши парни не только врага разобьют, огонь на себя вызовут. Но сыграют, споют после боя для однополчан. «Грозный», 1995-й. Первая чеченская кампания. Легендарное видео с российским офицером обретает вторую жизнь. Его виртуозной игрой на передовой восторгался весь мир. Мы нашли героя ролика. Специально для нас спустя 22 года капитан запаса Александр Конторин сыграет ту самую песню и получит благодарность от автора Шлягера. Мини-концерты, 3, 4, 5 песен практически проходили каждый вечер. Сами солдаты, да и офицеры, да еще и офицеры приходили с других подразделений послушать. Тезка Александра, спасибо тебе большое, что не забыл старика там на войне. А также рассказ о новых и испытанных временем образцах артиллерийской техники, взгляд на русские пушки из-за границы, эксклюзивные подробности военных спецопераций с участием нашей артиллерии и непридуманные истории от героев-артиллеристов, чьи золотые звезды засияли в Афганистане, Южной Осетии и других локальных конфликтах. Медаль, я вот все время встречаюсь с ребятами, да, вот, я все время говорю, ребята, это не моя медаль, это медаль коллективная. И я бы с удовольствием каждому из вас раздал получку этой медали, потому что медаль, вот, это ваша медаль. Осень 2017-го. Освобождение Дейр-Эс-Зора. Сирийская армия при поддержке российских сил спецопераций наступает на позиции боевиков, запрещенной в России ИГИЛ. В небе современные российские боевые вертолеты, а на земле испытанные временем советские пушки, которыми оснащена армия Сирии. На западе орудия вызывают смех. Как можно воевать таким старьем? Сирийцам и русским никогда не победить исламское государство. Впрочем, уже в декабре ухмылки пропадают с лиц западных партнеров. Генштаб Министерства обороны России сообщает новость, которую ждал весь мир. Задача по разгрому банкформирований террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемой вооруженными силами Российской Федерации, выполнена. 11 декабря президент России Владимир Путин прилетает на авиабазу «Хмеймим», чтобы поздравить наших военнослужащих с победой и сделать неожиданное для Запада заявление. За два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Весь мир ожидал, что русские застрянут в Сирии на долгие годы. Однако дело сделано, и российские войска могут покинуть сирийскую землю. Впрочем, в Пентагоне этому не верят. Российские сообщения о выводе войск зачастую не подразумевают реальное сокращение контингента и не влияют на приоритеты США в Сирии. А это уже заявление министра иностранных дел Франции, который отбирает победу России и армии Башара Асада. Оказывается, по мнению господина Ледриана, исламское государство победила европейская антитеррористическая коалиция. Меня очень удивляет, что Россия присваивает себе победу над ИГИЛ, потому что большую часть территории, подконтрольной боевикам, освободила коалиция. Россия, поддерживая режим Башара Асада, поздно вступила в войну. В Соединенных Штатах не делают резких заявлений по поводу триумфа нашей армии и сирийских войск. Америка умнее Европы и присваивать чужую победу на Ближнем Востоке пока не собирается. США желают взять реванш в регионе по-своему. Я решил, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Трампа уже осудили ближайшие союзники. Франция, Германия, Великобритания. Ведь президент США провоцирует новую войну на Ближнем Востоке. Америка поддержит израильтян в борьбе с палестинцами. Или Трамп всего лишь играет мускулами перед Россией. Дескать, вы победили в Сирии, но Ближний Восток все равно останется за американцами. Ведь еще летом 2017-го о признании Иерусалима столицей Израиля речи не шло. И несмотря на все крики и на все истерики, он не провозгласил того, что он переносит посольство Соединенных Штатов в Иерусалим. Он даже не сказал того, что месяц за полтора месяца до этого сказала Россия. Он не признал и в этот раз Иерусалим столицей Израиля. Надо сказать следующее, что Соединенные Штаты Америки с Ближнего Востока уходить не хотят. А ситуация складывается таким образом, что фактически обеспечить плацдарм влияние в этом регионе США уже не могут. Поскольку идея создания Курского государства, похоже, проваливается. А раз так, то другого плацдарма у них там просто нет. Следом за скандальным заявлением президент США, как по сценарию, одобрил очередные санкции в отношении России. Да еще и какие! По ликвидации ракет средней и малой дальности. Американские власти недовольны, что русские продолжают исследования в области ракетных технологий. Мы нехозяйственно поступили, так бы я мягко сказал. Когда заключили со Штатами договор о сокращении баллистических ракет средней и меньшей дальности, мы свои ракеты уничтожили. А американцы разобрали и складировали. Поэтому, по тем данным, которыми я располагаю, за 76 часов примерно, они могут начать сборку першингов-2 тех, которые вот сейчас складировали. Россия тем временем ведет переговоры о поставках Турции, Китаю и Саудовской Аравии сенитно-ракетной системы С-400. Где это видано, даже лучшие друзья американцев на Ближнем Востоке, саудиты, выбирают русское оружие. После заявления по Иерусалиму, они вообще готовы отказаться от американских ракет и пушек. Российскими комплексами противовоздушной обороны также заинтересовались в Аргентине, Колумбии, Бразилии, Перу, Мексике. То есть потенциальным противникам Америки нравится наше оружие. Да и штатам, если честно, тоже. Как пример С-400 и даже более ранние модификации. Ведь не секрет, мы же штатам продали 300В. Вы знаете, наверное. И я летал туда в штаты, мы переговоры ввели по поводу этой системы. И они с таким негодованием говорят, как же так? Мы вот не можем как бы долезть до математики, которая зашита у вас в спецвычайне. А мы говорим, а если бы вы могли долезть до математики, мы бы эту систему вам и не продали. А вы вот нам не продали станцию программного обзора, которая как раз и обеспечивает в режиме противоракетной обороны автономное обнаружение головных частей баллистических ракет типа «Бершинг-2». Мы говорим, да, не продали, потому что вы вначале купите вот то, что вы не хотите покупать. А потом, в последнюю очередь, мы вам 9С-19 продадим вот эту станцию программного обзора. Это вызвало большие негодования в штатах. Сентябрь 2017-го. Татарстан. Село Атабаево. Здесь в торжественной обстановке открывают памятник местному жителю, артиллеристу Марату Ахмедшину, который погиб неподалеку от сирийской Пальмиры летом 2016-го. 35-летнему капитану Ахмедшину присвоили звание Героя России посмертно. Смотрите далее. Русские не сдаются. Засекреченный подвиг артиллериста Марата Ахмедшина. Российский офицер выстоял против двух сотен боевиков ИГИЛ. Съемочная группа РЕН-ТВ на родине Героя. Откровения близких Марата, которые расскажут, что же случилось в том бою под Пальмирой. То, что он не дрогнул, зная о том, что он погиб, видел же все это. Он остался верным к своей причине. Грозный Искандер-М. Кто в советское время хотел уничтожить наше ракетостроение и кто его спас? Ракеты, которыми мы гордимся, и героические поступки наших артиллеристов и армии уже после рекламы. Мы находимся на секретном полигоне, где идут испытания робота Нерехта. Это проект Варгонзо. Всем привет. У нас есть возможность потестить революционную разработку в области отечественной бронетехники. Это изобретение завода имени Дегтярева. Называется оно робот Нерехта или роботокомплекс, как еще иногда говорят. В данном случае это гусеничная платформа, на которой установлен крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 пехот. Он может вести стрельбу на расстояние до 2000 метров, а иногда даже и больше. Кстати, специально для дистанционно управляемого вооружения Ковровский завод Дегтярева разработал вариант пулемета Корт, который может стрелять непрерывными очередями до 400 выстрелов с переменным темпом. Стрельба, самый зрелищный вид общения с боевым роботом. Мы взяли, естественно, не только мишень для того, чтобы проверить его на меткость, но и посмотреть, как пулемет калибра 12,7 будет пробивать бронежилет пятого класса, насколько робот Нерехта будет меток и в отношении вот таких мишеней тоже. Вот такие вот подарочки прямо сейчас полетят по нашим мишеням. Мы находимся в святая святых, это командные пункты, здесь два пульта, которые необходимы для того, чтобы стрелять из робота. Как он наводится? Здесь есть ручка с джойстиком, наведение осуществляется им. Проводим проверку дальности, получаем данные с датчиков и получаем вот из тюрьмы баллистической перекрестии вот это. Наводимся основным в центр мишени, нажимаем огонь. Антон поразил бумажную мишень. Мне же доверили, я выпросил буквально, вымолил пострелять по бронежилету. Сейчас Антон меня проинструктировал коротко. Я попробую поэтапно это совершить. Никогда в жизни таким образом не стрелял. Значит так, я должен сначала нажать на взвод. Вот сейчас появилась надпись «Взведено». Теперь я могу наводиться, правильно? Да. А ты говоришь, можно не только джойстиком, да, наводить? Можно тачскрином. Тачскрином? Ничего себе! То есть, блин, как в обычном андроиде, да? Да. Офигеть, смотрите, можно вот пальцем. Пожалуйста, вот вам эта мишень. Я выбираю бронежилет. Прицельная марка наведена непосредственно на бронежилет. Напомню, она пятого класса. Теперь я должен дать команду на разрешение огня. Поднял предохранитель и взвел вот этот символический коротко. Ооо, бронежилет просто-напросто снесло. Ну, у меня впечатление просто действительно шокирующее. Оказывается, вот одним движением пальца ты навелся, пожалуйста, и цель уничтожена. Вот переориентировал, пожалуйста, работает. Реально очень удобно, крайне современно. Бронежилет превратили просто в мясо. Я реально никогда такого не видел. Ну, в общем-то, крупнокалиберный пулемет свое дело сделал. Робот Нерехта легко косит пехоту противника. Мы с вами в этом убедиться. Ничего от нее не останется. Второй фактор стрельбы – это кучность. Посмотрите, здесь тоже робот Нерехта сработал на отлично. На твердую пятерочку все 10 выстрелов попали точно в цель. Все рядом. Поэтому действительно результат поражает. Я, честно говоря, не ожидал от наших роботов такое. Обычно, когда смотришь видео с презентацией, кажется, что это просто выглаженная картинка. В реальности он субтильный и хрупкий. В данном случае я реально этому удивлен. Все получилось ровным счетом наоборот. Съемочная группа РЕН-ТВ в Казани. Вы видите школу, где учился артиллерист Марат Ахмедшин. Теперь здесь музей в честь героя. Тут хранятся его личные вещи. А это отец Марата, майор ВВС в отставке Радик Ахмедшин. С недавнего времени к семье много внимания. Знакомые, близкие журналисты все только и хотят знать, что же тогда произошло под Пальмирой. У Мара складывалась отличная военная карьера. Длительное время служил в 58-й армии. В той самой, чьи бойцы первыми примут бой с грузинской армией в августе 2008-го. Будут выбивать неприятеля из Схенвала. С 2005 по 2009 годы входил в состав российского миротворческого контингента в Южной Осетии. Командовал батареей. В начале 2010-го его часть расформировали. Пришлось уйти в запас, вернуться в Казань. Там почти пять лет отработал инженером в автотранспортной компании. Но он понимал, что без вооруженных сил жить не может. Он сказал, здесь не мое место в армии. Капитан Ахмедшин вернулся в вооруженные силы. С декабря 2015-го он на должности начальника разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. К этому времени вовсю полыхает война в Сирии. Российские ВКС наносят удары по боевикам ИГИЛ. Наши инструкторы и советники оказывают помощь войскам Башара Асада. С сыном последний раз разговаривал, когда он уже летел туда, в Сирию. В городе Владимире они ждали самолет. И там же истребительный полк стоит. Мы были в деревне, в саду у себя там. И он звонит матери. Она приносит, Марат говорит, с тобой хочешь поговорить. Я взял трубку и говорю, папа, послушай, как взлетают твои самолеты на форсажах. Дал послушать, как взлетает самолет. Весна 2016-го. Освобождение Пальмиры. Войска сирийской армии при поддержке российских ВКС и сил спецопераций выбивают террористов ИГИЛ из древнего города. Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра дают концерт в освобожденной Пальмире. Такой жест стал доброй традицией. В 2008-м Гергиев и его музыканты выступали в освобожденном Цхинвале. Кажется, что в Пальмиру пришел мир, но это не так. Боевики собираются отбить город, устраивают вылазки в его окрестностях. 2 июня капитан Марат Ахмедшин вместе с артиллерийским расчетом сирийских правительственных войск отправляется под Пальмиру на выполнение специального задания. Группа, в которой находился Ахмедшин, попала в настоящую мясорубку. ИГИЛовцы стреляли из танков и пушек. Силы были неравны. Как позже установят военные, сирийские расчеты покинули огневую позицию, оставив артиллериста Ахмедшина сражаться в одиночку с двумя сотнями боевиков. Марат не вышел из боя. Будучи раненым, он поочередно стрелял из трех орудий, подбил несколько танков и БТР-террористов. А когда боевики были уже рядом, вызвал огонь на себя. Позже у места боя оказались наши разведчики. Когда уже подошли, услышав бой, он же из пушек тоже стрелял один, увидели, что валяется рядом магазин, автомат, и на руках одна граната, щековой тишина. Когда его по имени окликнули, он повернулся, показал гранату. И тогда у него гранату забрали и выкинули. Спустя сутки капитан Марат Ахмедшин скончался в госпитале. У него осталась жена и трое детей. Он готовил специалистов, был советником. Готовил младшее звено, при обстреле погиб. Ну, такая судьба военная, понимаете. Нет конфликтов, где бы человек был полностью защищен. Бывает по неосторожности, а бывает так, что... Действительно, сложилась такая ситуация, откуда не уйти. Потому что он не дрогнул, зная о том, что он погибнет. Видел же все это. Он остался беремен в своей притяге и погиб, как настоящий российский офицер. Осень 2017-го. В иностранных СМИ, на форумах и в чатах только и разговоров о российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер-М». Запад, наконец-таки, признал, что очередная разработка коломенского КБ «Машиностроение» — это новое супероружие. Ведь ракеты комплекса легко обойдут любую ПРО и ПВО. Даже хваленая американская ТАТ и уже тем более старенький Патриот — бессильны. Появление комплексов в Калининграде шокировало европейцев. Ведь у них под боком американские ПРО. И не дай бог, какое непонимание между Россией и Штатами. И уж лучше не думать о таком. Коломна. Декабрь 2017-го. Наша съёмочная группа в АО «Научно-производственная корпорация» КБ «Машиностроение». Здесь рождаются знаменитый на весь мир «Искандер-М» и другое супероружие, что стоит на вооружении нашей армии. Мнение Запада, который подсматривает за нашими ракетными ноу-хау в замочную скважину, мы узнали. Что скажут разработчики о своих детищах? Какие ставились цели при разработке «Искандера-М»? Это было две задачи принципиальных. Это поражение целей без использования ядерного оружия. Первоначальная задача стояла. Дело в том, что все предшествующие комплексы, тактические, противотактические комплексы, не были настолько точными, что могли любые задачи решить без использования ядерного оружия. Это первое. Следовательно, точность должна быть такова, чтобы им поражали цели обычными боевыми частями. И вторая задача. Они должны выполнять задачу эффективного поражения в условиях, когда противник применит против нас самые современные средства противоракетной обороны на театре военных действий. Сейчас предприятие на высоте. Но в конце 80-х и в 90-е годы его могло не стать. Все началось с вынужденного уничтожения новейшей разработки оперативно-тактического комплекса «АК». Всему виной договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Стоит сказать, дальность «АК» составляла 400 километров, тогда как по договору должны были уничтожаться ракеты, которые летят на 500. Почему были подписаны столько сомнительные соглашения и к чему привела такая утилизация? И в этой ситуации образовалась очень серьезная брешь в системе вооружения сухопутных войск, в виде всего ракетных войск артиллерии. Дело в том, что по принятым у нас исторически сложившейся структуре у нас большую часть задач на глубину до 500 километров выполняют именно комплексы наземного базирования вот класса оперативно-тактических. И мы их уничтожили. Осталось только комплексы на 70 километров, и все. Если в тех же Штатах большую часть задач решает фронтовая авиация, то в нашем случае вся надежда на ракетные войска, артиллерию. Защитить рубежи Родины с ракетами, которые бьют на 70 километров? Вряд ли. Что делать в такой ситуации? Это Сергей Непобедимый, известный на весь мир конструктор ракетного вооружения. Пик его карьеры пришелся на 60-е и 80-е годы прошлого века. Он был главным конструктором АКИ. Кто бы мог знать, что обычный парень из Курской области, когда-то лихо решавший школьные задачи по математике, дорастет до создателя супероружия, на которое с уважением будет смотреть весь мир. Руководство СССР ценило Сергея Павловича. Прислушивалось к авторитетному мнению отца АКИ. Буквально мобилизовал все Министерство обороны. На одном из приемов напрямую обратился к Горбачеву о том, что необходимо все-таки в замену уничтоженной АКИ срочно выпустить постановление ЦК КПС и Министр ВСР о разработке комплекса «Искандер». Аэробаллистическая ракета комплекса «Искандер-М» может лететь на расстояние до 500 километров. Она управляется на всей траектории полета. Ее трудно заметить. Она обладает высокой маневренностью. Перехватить ее практически нельзя. Вероятность составляет сотые доли процента. За счет чего это достигается? Ну, прежде всего, за счет специальных покрытий, примененных в изделии. Второе, за счет высокой маневренности ракеты. Перегрузки на конечном участке траектории достигают 35 единиц. Ну, чтобы зрителям было понятно, чтобы перехватить такую ракету, перегрузки противоракеты должны в минимум в два раза превышать перегрузки настоящей. Это, соответственно, 70 и выше единиц, что, в общем-то, для ракетной техники является вполне проблематичным. Чем еще удивляет оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», так это своей универсальностью. С одной установки можно стрелять как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами. По мере развития этого комплекса появилось желание и возможности наращивать возможности комплекса за счет введения в его состав различных типов ракет. В том числе и не только аэробаллистическая, с которой все начиналось, но и крылатая ракета. Допустим, противник не знает, какими средствами по нему отработают. Но что, если ПВО все-таки засечет наши «Искандеры»? Ну, например, если мы считаем, что у противника очень сильное ПВО, то мы аэробаллистическими ракетами подавим ПВО, а потом в этот брешь пройдут крылатые ракеты. Немалую роль играет автоматизированная система управления комплексом. Бригадный комплект включает в себя 11 командных штабных машин, объединенных единой сетью. У каждой своя задача. Семь типов ракет в комплексе имеются. Значит, это и средства подготовки полетных заданий, средства автоматизированного управления, пусковые установки, средства для перемещения ракет, транспортно-заряжающей машины, учебные средства, ну и ряд других вспомогательных средств, в том числе средства технического обслуживания. «Искандер-М» на страже России. И если будет угроза родным рубежам, то его ракеты полетят куда нужно. Впрочем, надеемся, что до обмена ракетными любезностями между Россией и ее потенциальными противниками дело не дойдет. Смотрите далее. Советско-китайский конфликт на острове Даманский. Какая артиллерийская техника помогла нашим войскам защитить родные рубежи? Прошло 50 лет, а она в цене бьет террористов в Сирии. Мы встретились с героями, которые отстояли Даманский. Выдвинулись на убежь с ребятами. Мы увидели картину, что погибшие. В основном все были погибшие. И мы приняли опять бой. Приняли бой. 12 человек практически. Российский роботокомплекс «Нерехта». Он может быть машиной артиллерийской разведки и боевым роботом. Специально для РЕН-ТВ. Наши коллеги из проекта «Варгонза» протестировали новую супертехнику. Заменят ли роботы военнослужащих? Я, по крайней мере, вижу, что по замороженному болоту он прет. В общем-то, как танк, в буквальном смысле этого слова. Корректировщики. Глаза артиллерии и злейшие враги противника. Сколько чеченские сепаратисты готовы были платить за голову российского офицера-артиллериста? Откровение героя России, который дважды вызывал огонь на себя. Честно, мы говорили, что за мою голову там какую-то определенную сумму. Честно, это я узнал, когда приехал в Чесне. Я почти два года был в Чесне. Мы ушли в сентябре. И в 99-е. И пришли в июле 2001-го. Наши артиллеристы и военнослужащие на защите интересов Родины. А также новинки от российской оборонки. Не переключайтесь. Август 2017-го. В Генштабе РФ сообщают, что реактивные системы залпового огня «Ураган», «Смерч» и «Град», а вместе с ними и тактические ракетные комплексы «Точка» и «Точка-У» стали эффективным оружием в борьбе с террористами ИГИЛ. Сирийские войска в восторге от нашего оружия. А последствия использования нашей артиллерии вы видите сами. Настоящий ад для боевиков. Но это еще не все, что применялось в Сирии. В Сирии применяли ствольные артиллерии. Это гаубицы 122 мм. Применялись очень широко артиллерийские системы, такие как «Гвоздика». Они очень часто использовались в сирийском конфликте, но и другим средством массово используемые. Это были системы залпового огня. Это «РСЗО «Град». А также там применялись впервые в боевом конфликте тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Сунцепек», которые показали себя наиболее эффективно, потому что удар такого «Сунцепека» практически выжигал целую территорию. Чем приводил, как говорится, в ужас противников, имеется в виду банды вот этих ИГИЛ, джипертоносцев и других террористов. Вы видите, как боевики безуспешно пытаются скрыться в сирийской пустыне от удара артиллерии. Не удалось. Смертоносный «Град» — это далеко не новинка отечественной оборонки. История этого оружия насчитывает более 50 лет. И возраст не играет роль. Дело в том, что система «Град», которая была впервые применена на Андаманском, она с тех пор многократно, скажем так, модернизировалась. Прежде всего, модернизации подверглись сами управляемые снаряды. Существует огромная номенклатура вот этого калибра 122 мм, который применяется в «Граде». Значит, снаряды есть обычные, есть снаряды осколочно-фугасные, есть кассетные, есть снаряды, которые применяют кассеты противотанковые. Март 1969-го. Советско-китайская граница. В 200 км от Хабаровска идет стрельба. На остров Даманский высадились китайские регулярные части. Они убивают наших пограничников. Китай считает, что остров — их территория. До этого были стычки между нашими пограничниками и китайцами, но до стрельбы не доходило. Так потолкались, да и разошлись по своим странам. И это у нас забавляло, напоминая нам о такой вот древней русской традиции, как кулачные бои и прочее. Но мы не предполагали, что это идет плановая подготовка специально обученных и подготовленных и отобранных военнослужащих китайской народной армии для того, чтобы в последующем организовать вооруженную провокацию. Герой Советского Союза Юрий Бабанский — непосредственный участник событий. В те годы младший сержант, назначен на должность командира отделения заставы, находится в подчинении старшего лейтенанта Ивана Стрельникова. Это тот самый офицер, которого китайцы убьют одним из первых. Именно он 2 марта обнаружил китайскую засаду на острове Даманском. Вместе с ним выдвинулись 32 пограничника. Они разделились на две группы. И он пошел на переговоры, он прошел через боевые порядки засады и спустился вниз с острова. Там его поджидала группа китайцев вооруженных, которые были уполномочены якобы вести с ним переговоры. Ну, как только Стрельников и 8 человек, солдаты, плюс еще старший Илья Буниевич, вышли на лед, они тут же получили... Был утвержден определенный алгоритм действий, что он должен быть выйти с группой пограничников, там, знаками, руками, словами, показать, что вы нарушили советскую границу, просьба покинуть нашу территорию. Но вот именно в этот день закончилось все не разгоном, и не каким-то противостоянием в кулачном бою, а именно китайцы первыми внезапно открыли огонь и расстреляли всю эту группу. Эти снимки, подтверждающие китайскую агрессию, сделал рядовой заставы Николай Петров, который также погиб в том столкновении. Уже на следующий день все мировые информагентства растиражировали фото. Впервые с Великой Отечественной войны Советский Союз вновь отстаивает территориальную целостность страны. Выдавили с рубеж ребятам, ну и увидели картину, что погибшие... В основном все были погибшие. И мы приняли опять бой, приняли бой, 12 человек практически. Юрий Бабанский со своими бойцами ведет бой с китайцами. Параллельно к месту ЧП спешит группа с соседней погранзаставы во главе со старшим лейтенантом Виталием Бубениным. По БТР Бубенина бьет китайский снаряд. Он входит в железо бронетранспортера, как нож в масло. Погибает рядом сидящий военнослужащий. Полтора часа шел бой. С отношением силы я вам сказал. Полтора часа. За этот период времени, где-то минут через 40, подошел резерв с Виталием Бубениным, который и решил исход всего. Он на бронетранспортере клянился прямо в боевые порядки засады и там, значит, довел, как бы, порядок. Через некоторое время китайцы не смогли нас сбить огнем стрелкового оружия, сбить нас острым. Они открыли минометный огонь. Это наши позиции, где мы лежали, стали падать мин. Бубенин получил ранение. Пришлось отойти на время. Но позже советские пограничники вышли на командный пункт противника и расстреляли его. Ну и 15-го грянул бой. 10 часов он начался, в 17-м где-то примерно закончился. Целый день имели выстрелы, рогатали пушки, орудия, минометы, ручья. Китайцы бьют по советским пограничникам из 60 артиллерийских стволов. Наши ребята несут потери. Им приходится покинуть остров. К вечеру принимается экстренное решение. Его откладывали до последнего. В бой должны идти регулярные части. Нужно задействовать против армии Китая на тот момент секретные грады. В 15-му числу сосредоточилась часть сил 135-й мотострелковой дивизии. В основном это подразделения артполка, ствольная артиллерия, реактивный дивизион БМ-21 град и несколько минометных батарей. Вот этими силами наносился ответный удар. Но он наносился уже к исходу дня, когда бои были в самом разгаре, когда китайцы первые применили артиллерию. Когда удали грады, китайцы ушли, несколько судов вообще не показывались на границе. Это были бои очень жестокие. Офицеры провели высочайшее качество в той линии офицера, солдата. Китайцы вынуждены отступить, уйти с острова и больше сюда не возвращаться. Победа! Но какой ценой она далась? 58 советских военнослужащих погибли. Еще 100 оказались ранеными. Мы не хотели этой войны. Мы всячески, ну не мы, наши руководители, всячески старались удержать в руках управление действия военнослужащих с тем, чтобы они не сорвались и не спровоцировали начало войны. Проблемы, которые возникают на границе, конечно, на большом обменном путем. 1999. На Северном Кавказе начинается контртеррористическая операция. Сухопутные войска, ВДВ, артиллерия и другие соединения брошены на борьбу с террористами. Против наших артиллеристов воевали совсем не дилетанты. Тогдашний глава боевиков Аслан Масхадов знал толк в артиллерии. Он заканчивал нашу артиллеристскую академию, он был начальником артиллерии, был командиром полка, начальником артиллерии дивизии в Южной группе войск. Поэтому и там таких людей-то было много. Российские артиллеристы никогда не уступали. Их ненавидели чеченские террористы. Тогда ходили слухи, что боевики готовы платить за голову Аркадия Королькова 100 тысяч долларов США или даже больше. Мы говорили, что за мою голову там какую-то определенную сумму. Ну, честно, это я узнал, когда приехал в Чечне. Я почти два года был в Чечне, мы ушли в сентябре, и в 99-е, и пришли в июле 2001-го. За это время Корольков дважды вызывал огонь на себя. В первый раз группа, в которую входил артиллерист, выполняла спецзадания и попала в засаду к боевикам. Пять наших военнослужащих против нескольких десятков террористов. Мы вошли в здание, и оказалось так, что мы оказались впереди наших войск. И начался огонь, начало выстрел с одной, с другой стороны там, у них специальные такие есть, все эти. И потом начался сплошной шквалагон. Там уже надо было принимать какое-то решение, и поэтому, зная свои координаты, было принято решение вызвать огонь туда. Уже позже на месте обнаружат более 30 убитых террористов. А Корольков и его товарищи остались живы. Кто-то получил контузию, ранение. Как вышло, что под огнем артиллерии наши военнослужащие остались живы? Когда принимаешь ощущение, ты не думаешь о том, что будет. А здесь залпы и снаряды ложатся вокруг тебя, то есть вокруг того здания, которое ты находишь. Это не значит, что они все несут какой-то такой смертельный ущерб. Если на открытом месте сидят, находятся, то там понятно, а когда находятся здания, то здесь было принято решение, там вот как получилось. Мы вновь на секретном полигоне. Продолжаем тестировать российский комплекс Нерехта. Нам помогают ребята из завода Дегтярева. Иван, короткий мастер-класс. Вот скажи, я как чайник, сколько мне понадобится времени, чтобы обучиться им управлять? Три минуты. Три минуты? Три минуты. Реально, засекаем, вот честно. Три минуты, давай. Все, я пошел. Секундомер. Иван, ты готов? Да, погнали. Все, время пошло. В реальности понадобилось меньше минуты Ивану, чтобы провести короткую экспресс-консультацию о том, как с помощью пульта можно управлять роботом Нерехта. Мы сейчас попробуем доказать, что чайник типа меня, который даже в детстве в машинке не играл таким способом, сможет управлять роботом Нерехта. Это делаю я, это делаю я. Поворачиваем. Короче, блин, это реально возможно. Я, честное слово, за пару минут получил просто массу удовольствия, которого недополучил в детстве. Я хочу, кстати, вот отметить, мы пообщались с ребятами, они, как и робот, все родом из Коврова. То есть обычные нормальные парни из российского вроде как провинциального городка изобрели супер модную штуку, которая дает фору даже самым крутым разработкам вот ДАРПы, которые так все прям обсуждают. Мы им не уступаем, и ребята из Коврова, тем более. Тест варгон за проходимость. Нам его помогает исследовать конструктор. Один из конструкторов робота Нерехта – это Антон Одинцов. Антон, вот мы видим, что я, по крайней мере, вижу, что по замороженному болоту он прет, в общем-то, как танк в буквальном смысле этого слова. Мне интересно, сможет ли он транспортировать, например, меня по таким препятствиям и с каким грузом. Вот реально прямо сейчас попробовать это? Да, можно. Даже нас вдвоем можно? Да, у него штатная нагрузка 500 килограмм. Ну, я вешаю килограмм 73, а ты? Я 80. Ну что, рискнем? Ой, короче, мы прямо сейчас проверим, сможет ли робот Нерехта нас здесь протащить. Когда речь идет о транспортировке, то есть вот это, условно говоря, крупнокалиберный пулемет снимается, это вот эта платформа верхняя снимается, да, и можно спокойно пострадавших транспортировать и так далее. Ну, смотри, здесь установлен сейчас боевой модуль, можно его снять и установить версию для транспортировки, это такая корзина. Честно говоря, по болоту за роботом Нерехта не угнаться, к тому же вот я воды набрал, а если бы ехал на нем, наверняка оказался бы сух и здоров. Ну, надеюсь, я не заболею. Знаешь, что, какой у меня еще вопрос, Антон, вот по поводу него? Что у него там под капотом, условно говоря, из не секретного? На каком топливе он работает? Под капотом два электродвигателя, вот, и система зарядки, дизель-генератор, который заправляется, и в случае разрядки аккумуляторов он дозаряжает их. А ты можешь показать, что там под капотом, специально для Варгонза? Если это будет суперсекретно, мы, конечно же, вырежем. Смотрите далее. Артиллерия в ударе. Как российский артиллерист и небольшой отряд спецназовцев несколько часов к ряду дурачили чеченских боевиков? Мы просто-напросто начали поступательную артиллерию обрабатывать их позиции. Вот. Выпущено было 720 боеприпасов. Были уничтожены практически все позиции боевиков. Они несли численные потери. Перелома в боевые действия не намечалось. Почему новое артиллерийское супероружие России напугало американцев? Обзор русских стволов от наших экспертов. Мнение западных партнеров о российской артиллерии. Два С-19 МСТА-С используются с 1989 года. 152-мм пушечная гаубица еще не исчерпала свой потенциал, поэтому текущие обновления сосредоточены на нем. Американская агрессия в Европе, как газетный снимок югославского расчета С-300 заставил НАТО перенести сроки вторжения на Балканы. Мы встретились с тем, кто одурачил генералов Североатлантического альянса. И это не военный. И, собственно, после этого была предназъемка, и фото, и видео. Опасные спецоперации с участием артиллеристов. Российские и зарубежные взгляды на наши пушки уже после короткой рекламы. Североатлантическая агрессия США и НАТО собирается бомбить Белград, но планы Североатлантического альянса меняет журнальная заметка. Вы ее видите. На фото югославский расчет зенитно-ракетного комплекса С-300. На Западе шокированы. Россия поставила сербам столь грозное оружие. Теперь уже о бомбардировках речи не идет. С-300 легко собьет американских ястребов. Иностранные разведки признают свой провал. Славяне под их носом прокрутили лихую сделку. Мало кто знает, что фото и сама заметка – дезинформация. Причем утку в прессу забросили далеко не армейские чины и разведчики. Военный фотокорреспондент Василий Проханов. Один из участников той газетной спецоперации. Вот он на переднем плане. Незадолго до появления снимка в Москву приехал его знакомый. Сербский фотохудожник Властимир Нешич. С него-то и началась эта история. Конечно, да. Война должна быть буквально уже практически вот-вот должна начаться. Все было к этому готово. И он приехал в Москву. Тогда был, он, по-моему, в Москве уже в командировке довольно длительной. И мы с ним встретились когда-то на кухне, там, не знаю, где-то что-то. И стали этим уговорить, просто так вот сопереживать, общаться. А потом возникла такая идея. Она так как-то в воздухе, может быть, витала даже. Чтобы как-то взаимодействие с нашими военными, как вот можно американцам противодействовать. То, чтобы было, чем ответить на авиационный налет. Это что? Ну, С-300. Об этом даже в прессе говорилось. Нам надо бы С-300. Выяснилось, что есть знакомые офицеры ПВО. Можно договориться о съемках с С-300. Властимир же достал два комплекта формы сербской армии. Ну, мы пришли и стали говорить так, напрямую. Как, что, как. Ну, мы не говорим про рядовых, а вот офицеры нам полностью симпатизировали. И вот так мы оказались там буквально на пункте управления. Включили этот пункт управления, сказать. Там работали эти осциллографы, эти радары работали. Мы оделись с Владом в сербскую форму. Влад такой белокурово, казачьего, арийского типа. У сербы такие тоже есть. А я такой смуглый, с туреченкой такой, да. Вот. И, собственно говоря, некая такая была инсценировка, как бы тренировки, так сказать, на этом пункте. Как бы наведение на цель и так далее. Лишь весной 1999-го американцы стали бомбить Югославию. Фактически тот снимок отсрочил войну на полгода. Сербская армия получила лишнее время для подготовки. А среди мирного населения удалось избежать больших жертв. Мы уже после приехали в Сербию. Кстати, тоже такой случай интересный, что проходили через границу. И после всех ситуаций уже началась война, уже трагедия и так далее. И вот мы через границу с Венгрией переезжали в Сербию, когда там аэропорт был уже закрыт. Вот таможенники сербские нас осматривали, там сумки смотрели. Не знаю, что мы были, подчастливы, к этой акции, но так с грустью открыли в сумке. А где же С-300-то? Где же С-300? Ну что ж, может попозже будет. Вот так и не случилось это дело. Летировка – это по-простому, по-гражданскому ведение огня. Можно добавить только с закрытых огневых позиций. Это когда огневая позиция находится где-то справа, слева, сзади, а может быть и спереди по фронту к намеченной цели. А ты, зная свои координаты, координаты противника или цели тоже, корректируешь огонь именно с огневой позиции. Герой России, майор запаса Александр Постоялко, воевал во второй Чеченской. Одна из опаснейших операций в его боевой биографии пришлась на 1999-й. Наши морские пехотинцы были заблокированы. К ним на помощь выдвинулся отряд из 17 разведчиков. В этой группе был и Александр Постоялко. Его задача – корректировать огонь артиллерии. Мы должны были выдвинуться в район, который был разбит по маршруту на 8 точек рабочих. В случае обнаружения противника стараться обнаружить себя, так как нас очень мало, группа специального значения. Количество состава у нас ограничено. Если силы превосходящие нас, мы должны как можно было больше давать времени не обнаружить себя. Были пройдены 7 точек. Впереди последняя. Нужно провести разведку местности, но мешает сильный туман. Да еще и светает. Условия не на руку группе. Поэтому решено переждать момент. Бойцы заняли высоту. Здесь-то и случилось непредвиденное. Мы залегли наблюдать за населенными пунктами, что там происходит. После чего командир группы, и я в том числе, и ряд наших товарищей, заметили двух боевиков, вооруженных без убов. По разведданным, в этом районе насчитывалось не менее 400 боевиков. В их распоряжении 6 крупнокалиберных пулеметов, 4 миномета. Кроме этого работают снайперы и гранатометчики. Боевики беснуются, стреляют во все стороны, желают найти российских спецназовцев. Что же предпримут наши парни? Мы просто-напросто начали поступательно артиллерии обрабатывать их позиции. Выпущено было 720 боеприпасов. Было уничтожено практически все позиции боевиков. Они несли численные потери. Перелома в боевых действиях не намечалось. То есть не было ни с той, ни с другой стороны, каких-то активных действий. Переходов наступления, рукопашные, ничего этого не было. А была просто планомерная обработка артиллерии позиции боевиков. Но так хорошо не могло долго продолжаться. Террористы предполагают, что спецназовцы заняли высоту, собираются брать ее штурмом. Из населенного пункта выдвигается Урал. На нем зенитная установка. Следом появляется миномет. К российским военнослужащим приближается отряд в 50 человек. Ждать их уже в упор или в рукопашную. Мы просто открыли тоже огонь по ним. И тогда и миномет обнаружили у нас. То есть миномет был пристрелен до человека. То есть хорошо был пристрелен. Они тренировались уже, эти позиции были обработаны. И вот они начали нас и вилку брать. Уже был один перелет мины. Дальше, как обычно, либо недолет, либо в цель. Точно по нашим ребятам. Спецназовцы покидают позиции, собираются уйти в зеленку. Но встречают препятствия. Они находятся на сельхозугодьях. Участок обнесен бревенчатым забором. Просто так не пройти. Нужно перекусить проволоку, которая соединяет бревна. В этот момент сзади раздается взрыв. И вот во время этого перемещения, еще до того, как, когда вторая мина легла в бруствера, то и третья, и четвертая легли опять туда же. То есть практически в одно место. Хотя по закону артиллерии в одно и то же место не попадают. Но нам повезло опять в очередной раз. И мы переместились, значит, с этой позиции. В зеленке спецназовцы занимают позиции. Боевики уже здесь. Завязывается перестрелка. Силы не равны. И вряд ли уже можно будет уйти. Как вдруг? Здесь, в свою очередь, подтянулось парашютный десант народа. Но, опять же, открою тайну, что они наступали с двух направлений. И одно направление было перекрыто боевиками. Наши заблокированные десантники просят поддержки артиллерии. Командир роты передает Александру координаты. Фактически удар будет наноситься вслепую. Можно и своих задеть. А это уже трибунал. Готов ли корректировщик пойти на риск? Опять повезло. На волосок, как говорится, есть такое понимание, что иногда и по своим. Вот. Ну, опять же, понимая, что нужна поддержка, но не видя о том, где рвутся снаряды, то есть я очень сильно рисковал. Рисковал, прежде всего, по законам военного времени. Но, к счастью, опять все обошлось миром. И мы обеспечили продвижение роты. И они начали успешно продвигаться влубь противника. Военнослужащие выбили террористов из населенного пункта. Очередная победа российской армии. Вопрос. Какое артиллерийское оружие помогло выиграть бой? Значит, Д-30 у нас, гаубица, это 122-мм, 2С9, это самоходная артиллерийская установка, это 120-мм. Вот. Наряду с этим в чеченских компаниях наши войска применяли и самоходные артиллерийские установки 2С-19, более известные как МСТА-С. Американские СМИ заявляют, новые модификации этой САУ и новинка 2С-35 «Коалиция СВ» можно назвать новым артиллерийским супероружием. Нет, ну, дело в том, что МСТА – это разработка Томашов, главный конструктор, значит, Александр Николаевич директор был, Екатеринбург-Трансмаш. Она впитала в себя все лучшие черты той когорты орудий, которые были до нее. И автоматическое заряжание, ее можно агрегатировать с машиной заряжание, можно заряжать с грунта, можно заряжать как угодно. Она дает хороший темп стрельбы – 10-12 выстрелов в минуту. Пресса США сделала смелое заявление. Но есть ли на Западе артиллерийская техника, которая может конкурировать с той же МСТА-С? Американцы имеют, к примеру, равноценную пушку, известную М109А6, известную под названием «Паладин», которая имеет даже большую дальность стрельбы, чем наша «Гаубица». Немцы имеют тоже великолепную самоходную пушку «Панцерхаубица-2000». Вот сделанную на базе на ходовой части танка «Леопард», которая также имеет характеристики, несколько превосходящие нашу «Гаубицу» МСТА-С. Бывший спецназовец, военный эксперт Уви Харнак рассказал нам, что МСТА-С рано списывать со счетов. Это грозное оружие еще покажет себя на поле боя. Два С19 МСТА-С используются с 1989 года. 152-миллиметровая пушечная «Гаубица» еще не исчерпала свой потенциал, поэтому текущие обновления сосредоточены на них. Если уж и говорить о реальном конкуренте, то стоит упомянуть еще раз САУ «Коалиция СВ». По оценкам военных экспертов, она превосходит в скорострельности и дальности стрельбы американские. Это новая совершенно самоходная артиллерийская установка, в которой применяется так называемый необитаемый модуль. То есть башня «Коалиция СВ» выполнена как боевой модуль. В ней экипажа нет. Таким образом, удалось сократить количество экипажа с пяти человек до трех. При этом скорострельность данной системы превышает 10 выстрелов в минуту. По некоторым сведениям, она доходила до 16 выстрелов в минуту. Европейцы восторгаются такой техникой. Их мнение, она должна быть оснащена и вспомогательными стволами. В «Коалиции ВС» есть те же пулеметы, которые также незаменимы в бою. Третья группа, которую я хочу выделить, — это оружейные модули, оснащенные пулеметами. Беспилотные боевые роботы, в которых сочетаются различные виды оружия, такие как автоматическая пушка, пулемет, автоматический гранатомет. Смотрите далее. «Ад на земле» — штурм Грозного в новогоднюю ночь 1995-го. Как нашему артиллеристу удалось вслепую отработать по цели и спасти группу российских военнослужащих? В общем, командир роты вышел в связь. Ребята, все, прощайте, потому что санкции не работают. Заходите к нам на огонь! Виртуозной игрой российского офицера-артиллериста на передовой восхищался весь мир. Спустя 22 года мы нашли героя знаменитого видео. «Я так промок, малей, сынок» Только для нас он исполнит ту самую песню и получит благодарность от автора Шлягера. «Шура, ты же, говорит, на пианино играешь». «Да». «Мы, говорит, тебе пианино привезли». «Нам вечерком попоешь в перерывах между выстрелами». «Быт артиллеристов» и непридуманные истории героев уже через несколько минут. Благодаря гибридному двигателю робот Нерехта не просто может находиться от двух до трех часов в движении без подзарядки, но как минимум сутки способен на имеющихся мощностях работать с ними боевого ожидания и разведки. «Да-да-дам! Вот и открывает нам сейчас супертайная загадка робота Нерехта. На чем же он есть?» «Ну, здесь представлен дизель-генератор для зарядки аккумуляторов, его бак и задний камень». «О, вот скажи мне, вот реально, как чайник, в чем прикол именно этой системы питания?» «Ну, на электродвижках он гораздо тише, чем на дизель-генераторе». «Он может подкрасться к врагу, в буквальном смысле этого слова, и он его не услышит, по крайней мере, не издалека». «На сколько часов хватает электродвигателя?» «На 2-3 часа заряд аккумулятора хватает при активной эксплуатации платформы, и плюс еще можно потом в процессе работы зарядить его дизель-генератор где-то на 1,5-2 часа». «Какую скорость максимально он может развивать?» «На первой передаче до 18 км в час, на второй до 27 км». «Ничего себе! Вот так вот!» «Ну, а финальный аккорд теста Варгонза – это ночная стрельба робот-мелекта, помимо всего прочего, оборудован еще и фарами, и сейчас без комментариев, просто несколько секунд прекрасного видео! Вновь Грозный. Январь 1995-го. Затишье перед боем. Война войной, но человеческий вид нельзя терять. Как минимум, нужно побриться и обмыться. У пехоты на такие кадры одна реакция – везет артиллеристам. Стоять себе подальше от пекла, забрасывать снаряды противнику, обслуживают орудия, да еще и время на себя находят. А нам – шагай в гору! Несправедливо! Впрочем, мнение о богах войны потом меняется, как, например, у одного из товарищей Александра Силина. Говорит, в Афганистан, когда пришел первые полгода, говорит, ну, не то, что ненавидел артиллерию, но, говорит, так к ним относился, вот, предвзято. С гор придешь, ноги стерты, недокормленные, недопитые, недомытые. А тут, говорит, артиллеристы всегда помытые, гладенькие, кругленькие. Ну, говорит, это мнение было до последнего момента, когда, говорит, нас не прижали в горах. Двое суток, ну, будем так говорить, было боесплотновение с басмачами и выручил только артиллерию. Запросили огонь артиллерии, и артиллерия в течение, там, 15-20 минут, вот, сделала свое дело, ну, и благодаря им, конечно, мы остались живы. Вот, и с тех пор, говорит, лучше друзей, чем артиллеристов, у меня нет. А эти кадры облетели весь мир. Сегодня это видео пользователи интернета знают, как русский солдат играет на пианино в Чечне. Старший лейтенант исполняет для боевых товарищей песню Александра Розенбаума «Заходите к нам на огонек». «Заходите к нам на огонек». «Заходите к нам на огонек». «Его скрипка ласково и так нежно в этот вечер я так гонино». «Феноменальная ситуация!» С этим согласен и наш гость, который в 1995-м также был в Грозном и видел эти концерты. «Сюрреализм, война – это тоже достаточно сюрреалистическая вещь, на которой находится место подвигу, трусости, какому-то безумию, какому-то храбрости, отчаянию, безумству. Вот клубок этих эмоций, впечатлений, какой-то, так сказать, оторванности от нормальной, от реальной жизни, он и создает такие ситуации». Капитан Александр Конторин – артиллерист. Сейчас уже в запасе. В первую чеченскую кампанию – командир артиллерийского взвода. Спустя 22 года специально для зрителей РЕН-ТВ боевой офицер вновь исполнит ту самую песню. «Заходите к нам на огонек». Годы идут, но сноровка не пропала. Как и прежде, «Заходите к нам на огонек» звучит бодро, по-боевому. Уже давно назрел вопрос, который наверняка задаете и вы. Как тогда на позициях наших артиллеристов появился музыкальный инструмент? «В январе 95-го года, когда мы заняли боевые позиции в парке Гагарина, города Грозного, разведчики в разбитом доме, дом был разрушен, привезли на боевой машине десанта, прям завернутая в ковер. Говорят, «Шура, ты же, говорит, на пианино играешь». «Да, мы, говорит, тебе пианино привезли, нам вечерком попоешь в перерывах между выстрелами, между боевой работой». Я говорю, «Ребята, разгружаем». Мы показали легендарное видео из Грозного автору песни – Александру Розенбауму. У Александра Яковлевича только положительные эмоции. Свою песню всегда приятно услышать, но вдвойне приятнее, что ее исполняют на передовой. Ну, это здорово. Ребята, во-первых, хорошо приспособили пианино, что приятно. Во-вторых, нашелся человек, который на нем играет. А в-третьих, просто они молодцы, что веселят себя. Тезка Александра, спасибо тебе большое, что вот не забыл старика там на войне, и этой песни отвлек ребят от каких-то тяжелых, сиюминутных ваших мыслей, хотя бы на какое-то короткое время. Это очень приятно. Спасибо, что помните. Я всегда с вами. Александр Розенбаум неоднократно выступал перед нашими военнослужащими. Афганистан, Таджикистан, Приднестровье, Чечня, Сирия. Если в Сирии все проходило еще спокойно, то в афганской и чеченской кампаниях попадал под обстрелы. Были случаи, когда уходить из огня противника помогала наша артиллерия. Артиллерия локального. Не войсковая, не фронтовая артиллерия, конечно. Просто ребята устраивали небольшой шорох, чтобы мы могли уйти поспокойно. Минометы, орудия какие-то, артиллерийские бывало такое, да. В фарахруде такое было. Это такое небольшое местечко. Там стоял батальян спецназа. Наш, где я был. Но иногда достаточно и миномета, чтобы решить исход боя, как, например, неоднократно было в Афганистане. Смотрите далее. Мирное использование артиллерии. Советская зенитка спасает туристов в горах. Репортаж РЕН-ТВ из Приэльбрусья. Чем живут метеорологи-артиллеристы? Снежные лавины ежегодно уносят не только жизни, но и имеют огромную разрушительную силу. И для того, чтобы вот эту силу укоротить, во всем мире необходимы некие воздействия. Советские орудия в сирийской армии. Наш эксклюзив с боевых позиций войск Башара Асада. Чем бьют террористов ИГИЛ? И какие русские слова слышны на позициях? По цели огонь! На! Подвиг 9-й роты в Афганистане. 40 наших бойцов против 500 маджахедов. Какую роль в этом противостоянии сыграли советские пушки? В горах очень трудно, очень трудно выбрать огневую позицию для артиллерии. Как правило, это дороги, это какие-то маленькие плата. Расстояние до душманов, до противника, оно всегда было разным. То, что стало историей нашей армии и артиллерии. Подвиги, которые будут помнить в веках, уже после рекламы. Январь 2017-го. Италия. Вы видите сход лавины в горах Гран-Сасса. Под снежной массой оказался курортный отель. 30 человек погибли. Все мировые СМИ показали эти кадры. Журналисты задаются вопросом. Почему не удалось предотвратить трагедию? И кто должен был предупредить ее? Снежные лавины ежегодно уносят не только жизни, но и имеют огромную разрушительную силу. И для того, чтобы вот эту силу укоротить, во всем мире необходимы некие воздействия. То есть во всех странах, где развита горная инфраструктура и достаточно большие средства вкладываются в горы, вот там существуют противоловенные подразделения. Съемочная группа РЕН-ТВ в Приэльбрусье. Мы находимся в гостях у специалистов эльбрусского военизированного противоловинного отряда. От этих людей зависят жизни отдыхающих. Именно они с помощью старенькой 100-мм зенитки КС-19 и полевой пушки БС-3 сражаются с лавинами. Впрочем, старая техника не значит плохая. Здесь к советским раритетам особое отношение и забота. А без их стрельбы горнолыжные курорты и отели не будут работать. Их просто накроют тонны снега. Дело в том, что это не война, и каждое из этих орудий нам родное, как шашка для казака. Поэтому у нас существует своя рембаза у службы. И помимо этого у нас есть группа артиллерии, которая прекрасно разбирается в механике этих орудий. И какие-либо текущие поломки, они устраняются буквально в течение дня. Условия труда в противоловинном отряде относятся к особо опасным. Работа в горах практически не прекращается. Многие трудятся в ущерб личному времени, но об этом не жалеют. В течение, по крайней мере, 8 месяцев нет четкого графика, когда бы мы не вынуждены были заниматься своим делом, скажем, идти на позиции или что-то такое. Плюс это зачастую в отрыве от места постоянного проживания. За 28 лет, скажем, работы у меня получилось 25,5 лет полевого стажа, лишь 2,5 года дома. Но всегда ли можно работать пушками в горах? Все-таки отряд использует осколочно-фугасные снаряды. Разлет осколков приличный, как бы не зацепило кого-нибудь из отдыхающих или здания. Как обеспечить стопроцентную безопасность людей и в то же время справиться с угрозой схода лавины? Противолавинный комплекс «Нурис» – это мобильное средство. Его можно переносить вдвоем и устанавливать на безопасные места, откуда можно обрабатывать локальные лавинные доски, которые находятся в непосредственной близости к канатным дорогам и гадолыжным трассам. А это уже Сирия. Декабрь 2017-го. И тут тоже вторую жизнь обретают советские пушки. Съемочная группа РЕН-ТВ на позициях артиллеристов 471-го артполка Сирийской правительственной армии. Боги войны ведут бои севернее провинции Хама. Костяк игиловцев выбит из страны. Остались разрозненные банды. Ожесточенное сопротивление оказывает и запрещенное в России джип-хат Ан-Нусра. Военное и ополчение преследует террористов. Артиллерия оказывает поддержку. На фоне других военнослужащих выделяется офицер славянской внешности. Вы можете его видеть сейчас. Никаких лиц, званий, а уж тем более фамилий и имен. Думаем, комментарии тут излишни. По цели огонь! Выстрел! Цель поражена. Мне особенно запомнилась операция по штурму провинции Хама. Штурм был нужен, чтобы освободить поселение Су-Кейк и Атшан на севере. Российские инструкторы-артиллеристы помогли правильно определить цели, по которым нужно ударить. Также они помогли координировать всю работу артиллерии и наших штурмовых групп. У сирийской армии нет суперсовременных артиллерийских орудий. Бьют неприятеля советскими пушками, некоторым более 50 лет. В основном ствольная артиллерия, которую в сегодняшних боевых реалиях практически не используют, а отдельные западные эксперты давно списали в утиль такой якобы раритет. По моему субъективному мнению, у ствольной артиллерии нет большого будущего. Почему? Недавнее прошлое показало, что спрос на мобильность продолжает расти. На поле боя всё должно происходить быстро. Перевозка орудия и их развертывание. Нужно достичь высокой мобильности. Эти требования могут быть выполнены только самоходной артиллерии. Да, быть может, но в условиях локального конфликта в Сирии советские стволы остаются в цене. Сирийские военно-начальники признают, что это оружие не раз выручало во время спецопераций. Мы в составе сирийской арабской армии совершили много успешных операций по ликвидации террористов и освобождению наших регионов. Это произошло с помощью российских военных, инструкторов, артиллеристов. Боевой опыт Сирии показал, что списывать ствольную артиллерию, то есть не пришло и время, чтобы её списывать. Это достаточно эффективное оружие в умелых руках. Дело в том, что снаряды, выпущенные ствольной артиллерии на определенной дальности, практически не перехватываются. Единственной мерой борьбы со ствольной артиллерией является так называемая контрбатарейная станция, которая засекает, скажем, место этих батареек и идёт так называемая контрбатарейная борьба. Всё. Больше пока ничего не существует. Снаряды артиллерии ещё ни одни комплексы не научились перехватывать. Террористы ИГИЛ и другие боевики не проводят контрбатарейные борьбы. Однако это не значит, что головорезы не могут атаковать объекты сирийской армии из своих, пусть и допотопных, а иногда и самодельных арт-орудий. Пожалуйста, вы видите сами. Это захваченные в ходе боёв трофейные пушки. Ими боевики накрывали не только правительственные войска, но и мирное население. Миномёты, сделанные чуть ли не из водопроводных труб, самодельные реактивные системы залпового огня. Что-то подобное маджахеды использовали против советских военнослужащих в Афганистане. Наряду с этим у духов были и куда более серьёзные орудия. Например, реактивно-пусковые установки. И не только. Затем у них были системы БМ-21, однотрубные, переносные. Она располагалась на треноге, труба. И нашими же реактивными снарядами, для реактивной артиллерии, они производили обстрел наших позиций. Далее у них были горные орудия. Образца, наверное, начала 1900-х годов. С клёпанными станинами, одна станина, которая разбиралась, орудие-то разбиралось, и они спокойно переносили их в любое место и в любой район. Ну, естественно, миномёты у них тоже были. Бои в горной местности показали, что как раз миномёты стали одними из самых эффективных средств борьбы с противником. Своеобразный расцвет этого артиллерийского оружия пришёлся как раз на афганский конфликт. Орудия с цветочными милыми названиями «Василёк», «Тюльпан», «Пион» наводили ужас на врага. В чём особенность того же «Тюльпана», который был так популярен в наших войсках? Техника уникальная. Она способна забрасывать мины калибра 240 мм на дальность порядка 15 км. При этом разрушительная особенность этих мин позволяет, скажем так, накрывать очень кучно определённые площади. Применение в Афганистане очень, как говорится, было неожиданным и неприятным сюрпризом, когда фактически мины закидывались в такие области обороны душманов, куда обычная ствольная артиллерия доставала достаточно с трудом. Ну, дело в том, что «Тюльпаны» применяли в Афганистане активно, но в обычном снаряжении. Ну, снаряд 250 кг мина. Нормально, красиво, всё как положено. Щебёнки много, шуму, гамму, всё обваливается и так далее. Сейсмика хорошая. А пион — это резерв верховного главнокоманды. Но без человека это всего лишь железяки. Только в руках грамотной команды спецов-артиллеристов такая техника сможет расцвести на поле боя. И вновь немалую роль отводят штучной золотой единице из семейства артиллеристов. О ком же речь? Командир полка Вастротин ставит задачу на очередную боевую операцию. Он спрашивает, какие есть вопросы, проблемы, просьбы. Кто не в состоянии там решить эту задачу? Он поднимается, я уже не могу вам сказать, кто из командиров рот, и заявляет, товарищ подполковник, я боевую задачу не выполню. Он говорит, как так? Так вроде такое. Громкость заявления. Он говорит, у меня нет артиллерийского корректировщика. Вот этим всё сказано. То есть рота на новые действия не пойдёт, пока у неё не будет, у командира роты рядом не будет корректировщик из группы разведки и корректирования огня. Перед вами артиллерист Иван Бабенко. Знаковая фигура, оставившая след в афганском конфликте. Впрочем, о себе Иван Павлович отзывается скромно. Хотя его смело можно назвать героем, как и других советских военнослужащих, оборонявшие высоту 32-34 в афганской провинции Хост в январе 1989-го. Как вы понимаете, речь о подвиге легендарной девятой роты. Ивана Бабенко знаю лично, лично знаю хорошо. Иван Бабенко был представлен дважды герою России. Не получилось, почему, не знаю. Но Иван был отличный корректировщик, лез туда, куда ему не надо было. Вот не надо было. Но это человек инициативный, правильный, и он понимал, что если он идёт туда, то он свою задачу, как корректировщик, выполнит на 100%. Тогда на высоте 32-34 против горстки наших бойцов в атаку пошли не менее 500 маджахедов и бойцов пакистанского спецназа. Как наши парни оказались в этой передряге, и что предшествовало героическому поступку? Политическим событием того времени было принятие решения о выводе воинского континента из Афганистана. И он уже практически начался. И полк, которым я командовал, 3-45-й, он уже участвовал в двух операциях по выводу части наших войск. Сначала лагерь-ракетчиков, потом танковые полки, которые там особо в таком объёме не нужны были. Вот под эту политическую задачу о выводе войск, ну, так говорили военным языком, подчищали все военные проблемные регионы. Правительство Хост, оно было проблемой всю историю пребывания нашего континента там. Она находилась отдельно, делённая горами, на границе с Пакистаном. И практически влияние и руководства страны, Афганистана, и военного командования там было минимальное. В провинции Хост правят маджахеты. Они объявили о независимости и создании исламского государства. Афганское правительство не смогло усмирить духов. На помощь пришли советские войска. Началась самая масштабная операция афганской компании – магистраль. Её итогом стал захват единственной дороги к Хосту и главенствующих высот, что позволило контролировать провинцию. На высоте 32-34 закрепились 39 десантников. В помощь к бойцам направлен артиллерийский корректировщик – старший лейтенант Иван Побенко. Каким ресурсом будет располагать офицер, если нападут душманы? Артиллерийские системы, которые у нас были на вооружении – это БМ-21, град моих 14 орудий было, 14 орудий 2С9 «Нона» и 6 орудий Д-30. Каждая из этих систем, естественно, обладала своей дальностью. И мы знали, откуда будет наступление, и применяли ту артиллерию, которая была, где были в зоне досягаемости вот эти душманы. 7 января на высоте начинается бойня. Сотни боевиков пакистанского спецназа «Черный Аист» идут в атаку. Почему была выбрана именно эта дата нападения? 7 января – это Рождество Христово. Это такой, ну, считается одним из самых великих праздников для православных. И как раз вот в этот день они решили нас сбить с высоты. Потому что когда даже на ломаном, корявом русском языке они кричали «Москва, сдавайся!», «Будет вам хана, как вашему Христу» и так далее. Вот такие выигрыки были. То есть, вы знаете, вот... Советские военнослужащие отражают атаку. Но маджахедам удается в какой-то момент прорваться и подобраться ближе, чем того хотелось бы нашим парням. Применить авиацию против духов уже нельзя. Вся надежда на артиллерию и старшего лейтенанта Бабенко. Если разорвался снаряд, он знает, насколько осколки летят. Поэтому он вызывал огонь именно тогда, чтобы если артиллерия применяет, значит, вот такие мощные осколочные снаряды, чтобы они рвались и не поражали нашу пехоту, которая вот впереди, в том числе и офицер-корректировщик. Работу корректировщика осложняет то, что практически в самом начале боя из строя вышла основная станция. Как передавать координаты артиллерии? Связи нет. У меня у командира взвода маленькие станции такие были. Примерно 148-я станция, Р-48. Я забрал у Гульгарина, командира взвода, и настроился на чистоту командира части, то есть работали напрямую с командиром, то есть с огневой позиции. Если раньше докладывал как корректировщик командиру батареек, начальнику штаба дивизиона, начальнику артиллерии, то здесь пришлось уже, так сказать, работать на чистоте с командиром полка. Офицер-артиллерист, он может быть готов руководить огнем артиллерии целой армии. Ну вот условно, Иван, так и получилось. Весь ресурс артиллерии, что был мне дан, я практически передал на эту высоту. А на этой высоте главный артиллерийский начальник был старший лейтенант Вабин. Бой на высоте 32-34 идет уже больше 10 часов. По разным данным, нашим военнослужащим удается отразить до 12 атак черных аистов. Маджахеды и пакистанский спецназ действуют грязно. Забрасывают наших военнослужащих особенными смертоносными гранатами. Назывались они «Агресс» английского производства. То есть оболочка пластика, потом ртутные шарики и внутри взрывчатка. То есть когда она разрывалась, ртут попадала, если с осколком попадала в тело человека, человек все равно, даже будучи ранен, он все равно попал в дальнейшем уровне. Это вот такие вот спонсоры были у маджахедов. Позади 12 часов боя. Ситуация накаляется окончательно. У советских бойцов стали заканчиваться бойцы. Духи уже были в 20 метрах от десантников. Гибель была неизбежна. В это время уже потихонечку подтянулись остатки 9-й роты. Ткачева, Рожков, Серега. У нас с Ткачевым был один магазин на двоих и одна граната на двоих. Бойцы, когда погибали, вот практически последним погиб Мельников Александр. Это вот герой Советского Союза посмертно. Он как раз сидел в окопе, с которой просматривался нехорошо седловины. Никто не собирался сдаваться врагу. Офицеры принимают решение вызвать огонь на себя. Как вдруг подходит подкрепление. Удается выбить врага. Тот больше не идет в атаку. Долгожданная победа. Но как она далась? Выполнена задача великолепно командой пехоты. А Иван, команда артиллерии, практически спас от массовых потерь. 39 человек все побывало на высоте. 32-34. Из них 6 погибло. Это заслуга, конечно, Бабенко, в первую очередь. Отечественная артиллерия уникальна. К ней всегда прикованы взгляды всего мира. Ее критикуют. Ею восторгаются. Ее просто не могут игнорировать. Даже, казалось бы, старые пушки готовы к бою. В то же время вдохновляют новое поколение конструкторов на создание суперорудий. Артиллерия — верная помощница пехоты. Дама с железным характером, которая начинает бой, расчищает путь войскам, а иногда и решает исход битвы. Конечно, дифирамбы русским стволам можно петь бесконечно. Но нельзя забывать, что без людей, без профи, эти гаубицы, минометы, зенитки — всего лишь тонны железа. Командиры прекрасно понимают, что если не хватает патронов, не хватает зарядов аккумуляторов и прочее, то выручить может только артиллерия. Субтитры создавал DimaTorzok